Так, все нормально, да? Видно мой экран и видно мои слайды, правильно, девчонки? Хорошо, ура! Итак, сегодня я хочу вот такую тему осветить. На мой взгляд, она очень важна и обязательно применяйте ее в работе. Это что мы делаем в начале каталога, что мы делаем буквально первые два дня. Конечно, у нас уже неделя каталога прошла. Еще раз всех я поздравляю с праздниками наступившими, с будущими, потому что у нас январь месяц – это праздничный месяц, да, Новый год, старый Новый год, Рождество. И, как говорится, делаю время потехе час, да, все равно нужно в это время нам ставить цели, ставить планы и выполнять работу, да, как на любой работе. Иначе без действий, понятно, что не будут результаты. И вот здесь на первом слайде я сегодня написала, что нужно важнее делать и что важно делать и когда, да, что важнее всего, что важнее всего и когда это нужно делать. Так вот, все нужно делать одновременно. Я по поводу трех основных наших действий. По поводу обучения. Нет лидерства, потому что мы всегда обучаемся. И цель обучения, напоминаю, и ставлю знак, скажем, восклицание, что цель обучения – это приобретение умений, потому что именно умение приводит нас к независимости, к свободе, да. То есть человек, если мы научились чему-то, мы можем действовать самостоятельно. Если мы научили своего партнера, значит, он тоже может делать самостоятельно. Без команды нет роста, потому что наш бизнес – это командная работа. И вообще в любом бизнесе, даже в традиционном, это командная работа, потому что один человек – это будет просто частный индивидуальный предприниматель, а именно бизнес – это работа команды. И без личного заказа нет дохода, потому что в условии компании у нас выплачивается объемная скидка, деньги на объемную скидку или на расчетный счет при выполнении условий личного товарооборота 150 и более баллов бонуса. Поэтому это нужно делать все одновременно. Как же распределить нам это время, чтобы у нас было эффективно, чтобы мы все успевали? Этот каталог у нас первый четыре недели. Обычно каталог три. Поэтому берем погрешность, да, и вот если бы мы начинали каталог с сегодняшнего дня, то что нужно сделать в ближайшие два дня? Первые два дня каждого каталога – это важно – работа с группой. Работа с группой. И как это делать, сейчас я расскажу и отвечу дальше на все ваши вопросы. Если нужно будет, открою экран, покажу демонстрацию экрана. Здесь я готовила слайды для вебинарной комнаты, поэтому сейчас мы идем по слайдам. Итак, есть такая пословица, поговорка, как назовешь корабль, так он и поплывет. Как откроешь каталог, так его и проведешь. Это не шутка. Есть такая примета в компании Арифлейм, что открытие денежного потока начинается в первый день с размещения каждого лидера на 150 баллов бонуса заказа. Почему? Потому что когда мы размещаем этот заказ, то мы сразу видим уже свою объемную скидку по нашей структуре, и таким образом открывается денежный поток. Вы знаете, примета очень даже действенная, и задача наша – перефокусироваться и самим, и перефокусировать наших партнеров, размещать заказы буквально в первую неделю, а лучше в первый день каталога. Есть такой у нас нулевой день, воскресенье. На каталоге написано, что он начинается с понедельника и по субботу, но открывается у нас каталог воскресенье, так называемый нулевой день. Именно в этот нулевой день наша задача изучить все акции, все предложения по каталогу для того, чтобы дальше обзвонить нашу структуру, чтобы сообщить нашим партнерам, нашим клиентам о тех акциях, которые в настоящем каталоге. Итак, фокус на размещении заказа в первый день, в первую очередь сами делаем, и обязательно говорим в своей структуре, что важно делать заказ в начале каталога. Почему? Потому что вот сейчас в данном случае каталог действующий первый, там очень хорошие скидки, очень хорошие предложения по распродажам. И вероятно, что они могут закончиться, потому что будет обидно, если человек будет собирать, оставлять на последние дни, вот, а скидки закончатся. Кроме того, уже сейчас у нас 8 числа действует каталог «Наши легкие цены». Там есть немножко поправочка, обреки внимание, что раньше нужно было сделать заказ на 20 баллов бонуса, чтобы пользоваться этими скидками, сейчас нужно делать на 25. Поэтому, с чего мы начинаем наш нулевой день, это мы заходим на свою страничку под своим номером, паролем и смотрим, какие акции есть от компании. Вот в данном случае акция активности «Зимние чарования». Все уже знают, при размещении разового заказа на 65 баллов бонуса, каждый получает подарок «Тушь 5 в 1». Очень интересное предложение, «Тушь» по каталогу стоит, и полная цена, если правильно скажу, 280 гривен со скидками, она обычно 165, в прошлом каталоге были вообще супер скидки. Это хороший подарок для себя, это хороший, можно продать, как говорится, заработать деньги, можно пользоваться самой, можно кому-то сделать подарок. Поэтому акция просто замечательная, это самый продаваемый продукт, всегда полезный, всегда нужно, чтобы было. Итак, мы изучаем акцию, изучаем предложение. И после изучения, чтобы мы понимали, какие изменения, какие акции, какие предложения, дальше мы работаем со структурой. Как мы это делаем? Вот здесь, где у нас есть раздел «Мой бизнес», у нас есть несколько способов, как мы можем смотреть движение по нашей структуре. Это ваша структура, просто заходим. Но самый, на мой взгляд, эффективный и простой способ, удобный, это когда мы скачиваем электронный лист. Электронный лист, когда мы скачиваем, да, и там нам все будет видно. И сейчас я кратко расскажу, как мы работаем именно с информационным листом. Мы нажимаем «Мой бизнес», у нас выходит слева «Управление структурой», внизу у нас информационный лист, и здесь есть у нас два варианта. Мы можем получить электронный лист на свой электронный адрес. Вот следующий слайд, «Отправить отчет», если мы отправим, да, то придет лист на адрес, который у вас указан в вашем профиле. В данном случае вот он пишется вверху «Email». Если мы нажмем «Сгенерировать отчет», то тогда мы получим сразу на рабочий стол, сразу он скачается на рабочий стол. И так, и так можно. Сгенерировать-то будет быстрее, если мы отправляем на электронный лист, это тоже удобно, потому что если мы будем там какие-то делать пометки, то при случае какого-то сбоя нам нужно будет опять, лист может не сохраниться в формате Excel, да, и тогда нам нужно будет опять скачивать. Если мы высылаем на почту, то мы можем его открывать много-много раз, то есть он сохраняется на почте. Итак, если мы, вот первый вариант, информационный лист, да, если мы заказали на почту, отправили, то вот открывается в таком зеленом фоне, информационный лист был успешно отправлен. Тогда вы заходите на почту и его скачиваете с электронной почты, там нужно указывать свой пароль, который у вас на сайте. Информационный лист, если мы скачиваем сгенерировать, то вот здесь красненькая галочка я отметила, и тогда лист скачивается на рабочий стол, и мы смотрим обычно ее в загрузках. И теперь мы рассмотрим вот такие несколько шагов, как мы работаем с нашим листом. Итак, у нас есть там графы. Кто-то уже скачивал информационный лист? Понимает, о чем речь идет, да? Да. Итак, что же нам здесь, какие важные графы? Во-первых, здесь есть очень полезная, нужная функция, которую обязательно рекомендую использовать. Кто еще не использует или не знает, у нас есть на канале обучающие, там, где инструкции, там есть несколько видео, как работать с информационным листом. Тоже рекомендую, посмотрите, чтобы понимали в деталях. Здесь вот у нас есть справа вверху написано сортировка и фильтр. При нажатии, да, вот на, это справа вверху сортировка и фильтр, при нажатии у нас открывается закладочка и мы нажимаем на фильтр. И таким образом мы можем отфильтровать те данные, которые нам нужны. Какие нам нужны данные? Например, первое, с чем мы начинаем, это статус, да? Вот здесь первый рисунок, первый скрин, статус. Это последняя колонка в информационном листике. И здесь у нас будут те статусы, которые в нашей структуре, например, по прошлому каталогу. Я рекомендую скачивать обязательно прошлый каталог и настоящий, для того, чтобы мы могли сравнивать их, да, и могли людям показывать их пользу, выгоду, что нужно им сделать, ну, выгодные предложения уже, которые будут касаться индивидуально каждого партнера. Итак, у нас есть столбик статус. Это последний столбик у нас в листике информационном. Мы на него нажали, на самый верх, да, на букву, в данном случае, X. Дальше мы нажимаем сортировкой фильтр. Нажимаем фильтр, и у нас здесь, вот следующий рисунок, третий сверху, с правой стороны. Здесь у нас вот отсортироваются все данные, которые есть. Здесь мы можем выбрать наши кьюшки, наших квалифицированных рекрутов, можем рекрутов, можем стартеров. Можем выбрать тех, кто прошел первый шаг стартовой программы, второй, третий шаг стартовой программы. И в зависимости уже от статуса нашего партнера, нашего человека, мы с ним ведем дальше беседу, разговор, переписку, пишем письма, да, звоним и высылаем сообщения в соцсетях. Я рекомендую, первое, самое эффективное, это созвоны по телефону. Если по какой-то причине мы не можем дозвониться, или даже если мы дозвонились, то все равно мы высылаем на почту, и все равно рекомендую написать в соцсетях. Почему? Потому что, когда мы звоним, человек может где-то на ходу не все услышать, не все расслышать, не все понять, да, то есть, поэтому эффективнее, если мы дадим важную информацию, если у человека есть возможность сейчас ее выслушать, и еще сказать, что я отправлю сообщение дополнительно в соцсети, и смотрите рассылочку на почте. Вы знаете, очень важно, чтобы мы своих партнеров напоминали и фокусировали на получении информации по почте, потому что сталкиваюсь с тем, что в соцсетях быстрее люди реагируют, почту не все просматривают. Если мы будем об этом говорить, напоминать, то партнеры будут тоже этим пользоваться. Итак, вот следующий у нас второй ряд, первая картинка, да, в данном случае я поставила фильтр шаг 1, да, все партнеры, да, партнеры, которые прошли шаг 1, например, за прошлый каталог, вот у меня нулевой день сегодня, да, я скачала листик за прошлый каталог, шаг 1, и вот вторая картинка, второй ряд, да, здесь высвечиваются все люди, у которых есть шаг 1. Что мы можем сказать этим людям, как мы можем позвонить, что мы можем написать в соцсетях, или какое мы можем отправить письмо. Есть какие-то предположения? Ну, первое, мы можем поздравить с прохождением первого шага, напомнить, что у человека есть возможность заказать любой продукт за полцены. За полцены любой продукт можно заказать, да, и сделать акцент на прохождении второго шага и какие выгоды он получит. У нас есть видео короткое по Украине, по России, по прохождению стартовых программ, поэтому можно ему и нужно отправить это видео. Если вы даже отправляли, вы сообщали, да, об этом, или при втором созвоне, или при переписке, можно напомнить условия, да, и если касается Украины, то при прохождении второго шага, то нужно сделать 100 баллов бонуса, и человек получит скидку минус 75% от полной стоимости, еще минус 20% от его базового скидка. То есть это интересное предложение, особенно здесь выгодно заказывать дорогостоящую продукцию. То есть таким людям мы сообщаем, да, напоминаем, чтобы люди забрали свои продукты, вот, по стартовой программе, и обозначаем дальнейшее, дальнейший второй шаг. Так, вот картинка, которая у нас справа, второй ряд, да, получается, третий, второй ряд. Здесь я указываю, когда мы отфильтровали, да, выбрали тех людей, вот, то, что нам нужно, дальше мы опять кликаем, вот здесь такой, получается, треугольничек маленький, да, и удалить фильтр. То есть мы нажимаем удалить фильтр, и у нас дальше восстанавливается наш информационный лист таким, как он был. Девчонки, вот на этом этапе понятно? Или нужно открыть демонстрацию экрана, показать вот в режиме, скажем, прямого доступа, открытого доступа? Отзовитесь, понятно вам? Так, пишу, да, хорошо, замечательно. Следующая картинка у меня с левой стороны вверху, да, мы выбираем уже следующий столбик, это будет у нас, первый у нас был статус, это был последний, да, с правой стороны, это у нас будет второй. Там будет у нас буковки НК, и здесь мы выбираем наших стартеров, наших рекрутов и наших терминажек. Вот буква С, это обозначение, внизу, в самом-самом низу листик информационного, когда вы скачаете, там есть расшифровка этих знаков, да, буква С английская, это у нас стартеры. Стартеры, это те люди, которые зарегистрировались, но еще заказа не сделали. Рекруты, которые сделали балловый заказ. Кьюшки, которые прошли первый шаг. Так, а вот вторая картинка, это вторая картинка, когда человек, 4 каталога полных уже прошло после регистрации, человек не сделал ни одного заказа. Такой доллар перечеркнутый, да, в общем, значок доллара, это значит человек будет в этом каталоге, идет на выбывание. Нам нужно обязательно тоже этих людей, вот такой поставить в фид, чтобы мы видели, да, чтобы мы знали, кто у нас эти люди, и обязательно нужно им позвонить, обязательно нужно написать на почту, обязательно нужно отправить сообщение в соцсети. Когда мы звоним, вот первый вариант я предлагаю, когда мы звоним, что мы предлагаем, когда мы звоним, о чем мы говорим. мы представляемся менеджер директор как всегда мы уточняем удобно ли говорить и дальше вот такой текст эти тексты есть у нас прописанные есть у нас на яндекс диске более полный да здесь вот кратко обозначаю о чем мы говорим да мы говорим например светлана вы зарегистрирована компания rifle нашей команде скажите ваша регистрация была с каким намерением покупали себя дешевле или покупать или или зарабатывать деньги эти обзвоны могут быть не только если вы менеджер да когда вы менеджер и менеджер обзванивает всю свою группу всю свою структуру и даже если вы человек этого не зарегистрирует тоже ему звоните потому что людей которых пригласили ваши новички они еще боятся они еще не знают как ваша задача это обзвони всю свою структуру представиться если вы еще друг по какой-то причине незнакомый с человеком да и здесь вот познакомиться обязательно позвонить ему да и узнать какой целью человек зарегистрировался дальше мы сообщаем по ситуации что этого человека например на сегодняшний день под вами уже большая команда у вас есть такой-то товароборот или строк это человек вашей структуре и дальше мы сдаем вопрос всегда мы ведем разговор всегда наши звонки и общение идет в режиме диалога и задаем вопрос вы хотели бы получать деньги с товарооборота команды если человек говорит нет да ответ может быть разный возможно мне вовремя позвонили но не важно по какой причине да то следующее вот если ответ нет хорошо вы хотели бы сохранить свое место в структуре тогда нужно вам сделать заказ который продлит контракт на два года в нашей компании потому что у вас есть возможность передавать дальше бизнес по наследству если по какой-то причине сейчас вы не можете разместить заказ то вы останетесь в системе да то есть эти шаблончики у вас есть если вдруг у вас нету то обратите своему куратору лично ко мне и я вам выдам целый файл вот с этими такими заготовочками которые вам помогут вести диалог с людьми вот если те говорит да тогда говорим отлично хорошо тогда первое что нужно сделать это продлить контракт компании вот и получить инструкцию начать обучение после звонка бывает так что мы не всегда дозваниваемся да поэтому у нас есть еще два варианта подхода к человеку это соцсети тоже очень эффективны после звонка потому что именно соцсетях мы обычно знакомимся с людьми общаемся они чаще заходят чем на почту и человеку пишем письменное сообщение вот о том что у человека тоже есть товароборот или столько-то человек в структуре вот это значит что компания готова платить за покупки за товароборот интересно ли это вам да и уже дальше здесь важно чтобы был диалог поэтому рекомендую когда мы человеку задали вопрос мы ждем ответ то есть не чтобы это было простыня сообщения да то есть мы задали вопрос вы хотели получать деньги с товароборотом компании команды если еще говорит да значит дальше мы с ним общаемся если говорить нет мы дальше поясняем какие у него перспективы и так далее при этом мы отправляем письмо на почту и в своем сообщении пишем что смотрите письмо на почте это важно то есть о том что мы отправили письмо на почту мы человеку говорим по телефону и пишем соцсетях если я говорю да мне интересно вот второе сообщение да то предлагаем связаться по скайпу мы инициаторы времени мы назначаем время например сегодня 8 часов или завтра 18 часов девочки там есть такая вот микрофончик можно нажать тогда не будет слышно если у вас там кто-то разговаривает или какие-то там помехи будут а когда будете говорить потом просто микрофончик нажмете так дальше да если че говорит да тогда мы назначаем с ним созвон лучше по скайпу да и если этот человек идет на терминацию то обязательно мы говорим о важности размещения заказа чтобы подтвердить свою регистрацию и дальше проходим по обучающему сайту и дальше уже действуя по по нашим инструкциям если человек говорит пишет что нет да то опять таки показываем перспективу если в данный момент вам нету возможности работать по какой-то из причин да то вы можете сохранить место про просто можете брать для себя экономить на покупках и у вас останется номер системе вы сможете в любое для вас удобное время включиться в работу эти шаблоны есть и к ним можно будет обратиться какое мы пишем письмо на почту письмо на почту у нас тоже есть в заготовках и если вдруг у кого-то нету тоже обратитесь есть на яндекс диски можно перед вам может переслать куратор что в этом письме мы указываем да тема письма у нас вы знаете что у вас есть свой интернет магазин здесь мы указываем номер человека регистрации пароль напоминаем частенько сталкиваюсь тем что эти письма почему-то по какой-то причине там где-то удалились случайно там не случайно да и человек уже не помнит свой номер и пароль и такое тоже бывает дальше мы сообщаем официальный сайт если это человек украина то пишем украинский если это россия пишем российский так далее то есть мы сообщаем как ему зайти да вот показываем путь а дальше напоминаем что регистрация у него проекте дает возможность зарабатывать и возможность пользоваться продукции с дисконтом указываем число до которого важный человеку подтвердить свою регистрацию и здесь есть у нас два видео видео это как разместить заказ и видео и видео почему важно ему остаться в системе да то есть что он теряет и также есть у нас видео как посмотреть сколько человек у него в структуре здесь не полностью просто письмо вот такие три у нас есть здесь видео инструкции поэтому это достаточно такое объемное письмо поэтому обязательно его отсылайте своим партнером на почту и это важно сделать это важно сделать ближайшие первые два дня то есть в данном случае ближайшие это сегодня завтра два дня почему потому что если мы будем об этом говорить за три дня до окончания каталога то человек по разным причинам в том числе и человеческому фактору может не успеть сделать заказ и ну таким образом просто его регистрация аннулируется поэтому это важно сделать первые два дня мы сейчас с вами говорим о том что важно делать первые два дня дальше в нашем тоже листике информационном и также можем отфильтровать наших рекрутов мы обычно по нашей системе обычно мы первый заказ человеком делаем вместе в режиме демонстрации экрана но как показывает практика иногда люди делают самостоятельно вот такой у меня встречается и думаю что у вас тоже делают заказ самостоятельно наша задача человеку позвонить в данном случае поздравить что он такой самостоятельный узнать знать как оплатить заказ уточнить знает ли как его забрать где забрать и нам важно человеку дать эту информацию потому что опять-таки сталкиваюсь с тем что многие думают что придется смс на телефон если это размещение заказ размещается на спо то никаких смс ок не будет там я рекомендую чтобы человек самостоятельно прозвонил по телефону который указан на сайте и уточнил когда будет заказ чтобы не зря ходить вот что заказ что заказ пришел уточняет по телефону называет свой номер консультанта и идет забирать заказ люди иногда не знают как правильно платить опять таки тоже здесь есть такой у нас момент если именно спо там предоплата не нужна там нужно платить течение трех дней если это укс почта новая почта то мы делаем предоплату если на постаматы то там по по приходу продукции когда забираешь вот эти нюансы нужно чеку подсказать да в зависимости какой способ доставки он выбрал эти звонки очень хорошо воспринимаются потому что мы проявляем внимание заботу о человеке а как это сделать да например вы знаете вот отфильтровали рекрута букву r да и вы ваша диструктура то уже помните знаете с кем вы заказ размещали с кем вы не размещали тогда этому человеку звоните если заказ вы разместили вместе в тоже себе делайте пометочку обязательно дату когда нужно получить и человеку напоминайте потому что это наше ответственность чтобы у нас не было минусации как я написала до что такое минусации если человек по какой-то причине не забрал заказ не оплатил заказ или даже просто если не платил на почту заказа раз фамира сформируется и он уже не придет а поэтому так как у нас есть новички наша задача дать информацию достоверную полную чтобы мы контролировали ситуацию чтобы мы контролировали ситуацию и обязательно вот в таком плане мы должны человеку донеси все подробности да если человеком и месте размести размещали заказ то обычно он приходит там через три пятом неделю мы звоним или пишем до соцсетях как удобно лучше конечно звонок это всегда намного эффективнее и уточняем получилось ли оплатить забрали ли заказ как обслужили ну я так еще люблю пошутить там не обижали вас там на спу например да вот тоже человеку нормально воспринимает потому что всегда всем приятно забота внимание при каждом созвоне мы помним что у нас есть такие важные важные моменты которые нужно всегда помнить например я позвонила узнать как заказ человек забрал как его обслужили на спу не обижали ли и опять-таки косвенно или напрямую да если человек там говорил что-то попозже ли зависит ситуация до выявляю готовность человека работать сейчас включится работу сейчас есть он еще не включился следующий момент обязательно напоминаем приглашаем на вебинары потому что чат не все читают рассылку не все читают поэтому важно чтобы еще бы лично пригласили человека на вебинары при втором skype созвоне обязательно с человеком вместе заходим в вебинарную комнату там есть ссылочка у нас на первой страничке на самое главное до вебинары человек кликает чтобы он ввел свой номер регистрации имя фамилию скобочках фамилию вашу как куратора и чтобы у него получилось зайти потому что иногда люди самостоятельно как-то где-то что-то теряются не решаются забирает много времени это вы сделали совместно демонстрации экрана то уже обычно это сохраняется в компьютере человеку уже намного проще этот путь пройти самостоятельно делаем акценты на рассылку на почте то есть как человек пользуется почта проверяет не проверяет получил ли рассылку или не получает потому что кроме наших рассылок еще приходят рассылки от компании с теми же акциями с теми же распродажами и важно наша задача чтобы человек давал получал информацию потому что наша деятельность так называется информационная деятельность мы работаем с информацией если человек у вас проходит стартовую программу если или у новичок или только в данном случае мы рассматриваем как рекрутов да то рассказываем напоминаем преимущества стартовой программы я обычно спрашиваю подарки любите получать у нас для новичков есть стартовая программа и дальше рассказываю кратко условия вы хотели бы в этом поучаствовать хотели бы получить возможность приобрести продукт за полу цены если по россии там идут наборы в зависимости какая страна и конечно мы даем информацию действующую о тех акций которые есть на данный момент действующим которые актуальны и вот эти пять пунктов как бы да мы всегда должны держать фокусе и об этом говорим с нашим новичком работа с уснушками уснушки это люди которые активировали свою регистрацию подтвердили балуем заказом может быть не подтвердили да ну то есть они ничего не делают то есть они не размещают заказ и никакой в неучастие скажем да из из трех вот важных пунктов не принимают они не обучаются а может быть только обучаются но заказы не делают и не рекрутируют и вот здесь такой скрин я сняла да это по нашей структуре смотрите вот если взять табличку фамилии я убрала и думаю что здесь спонсор узнают своих людей вот первая дата цифра это баллы бонуса которые делает человек да партнер это вторая цифра 1343 это объем продаж этих баллов бонуса дальше идет у нас баллы бонуса групповые дальше у нас сумма дальше идет скидка и смотрите что получается вот это второй человек до 64 балла бонуса сделал человек у него уровень 15 процентов он мог 12 процентов он мог бы получить объемную скидку но вот здесь я галочку поставила здесь ничего здесь точечки почему потому что условия выполнения получение объемной скидки да нужно делать 150 баллов бонуса возможно человек об этом не знал возможно не сообщили здесь нужно опять-таки прозвонить и сказать человеку например светлана твоей команде товарооборот уже на 11 тысяч гривен ты могла бы получать проценты с товарооборота интересно ли те получали для этого нужно сделать 150 баллов наличные включиться в работу заниматься приглашениями рекламой рекрутингом и давай обсудим как можно делать тебе 150 баллов бонуса чтобы ты могла получать если опять-таки если человеку интересно да интересно интересно тогда давай обсудим и дальше мы объясняем человеку да как можно сделать 150 баллов как методы рекрутирования выбираем и включаем человека в работу если вот видите дальше точечки вот это поставки галочки красной да то есть здесь вот уровни люди на 12 процентах потому что мы строим веточки да возможно кто-то из них не знаю да или не донесли информацию то здесь важно прозвонить этих людей показать их пользу выгоду их перспективу и включить человека в работу это вот работа с уснушками да и следующее что нужно рассказать каждому и об этом нужно и должен знать каждый написал да то есть мы это сообщаем всем 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 при созвоне это о наших акциях действующих ну в данном случае в этом каталоге у нас все уже знают акции активности которая у нас есть акции активности для консультантов которые не размещали три каталога заказ это акция активности для всех то есть при размещении разум в одном заказе на 65 баллов бонуса каждый получает подарок тушь об этом нужно сообщить всем и конечно сообщаем про наш каталог легкие цены которые уже у нас действуют с вчерашнего дня вчерашнего дня как можно еще давать информацию какими инструментами можно пользоваться у нас есть в одноклассниках группа которая называется об этом нельзя молчать да наши достижения и есть группа секреты красоты и здоровья эту и другую группу обязательно используйте для работы и для коммуникации с вашими партнерами каким образом здесь есть у нас поздравительные картинки в группе об этом нельзя молчать да а в группе красота и здоровье у нас есть видео видео ссылочки на актуальные предложения на самые интересные предложения настоящего каталога обязательно это используйте в одноклассниках вы можете копировать эту ссылку адресной в адресной строке и высылать прямо в личку без всяких там опасений что заблокируют да что за спамят потому что одноклассники сами себя не будут блокировать вот здесь я выделила таким синеньким да выделить в адресной строке и человеку можно выставить в личку можно сделать перепост у себя на страничку для коллег я думаю что вы помните что у каждого человека должна быть у каждого из нас есть страничка для коллег куда вы присоединяете всех зарегистрированных людей в вашей структуре для чего для того чтобы было удобно с ними общаться для того чтобы эта страничка была для них полезна также вы делаете перепосты в эту группу чтобы видели в ленте у вас это мелькало и люди видели те статусы те заметки которые есть в группе вы можете что-то еще свое здесь писать какую-то информацию давать свою для мотивации для лидерства для развития рекомендуется это делать в группы а потом делать перепосты ну для того чтобы максимально защитить себя чтобы страничку не блокировали можно отдельно ссылочку например взять да или можно картинку скачать и человеку отправить в личку допустим там да поздравить с новым уровнем можно картинки вот есть у нас отдельно на лидеров которые работающие обязательно нужно отправить сообщить поздравить вот это есть у нас в группе об этом нельзя молчать такие картинки там есть у нас видео каталогов каталогов, да, актуальные предложения каталога, и там есть ссылочка на Яндекс.Диск с картинками, который используется в презентации видео. Тоже можно отдельно картинки человеку выслать или ссылочку, да, на эти картинки, и обозначить несколько интересных предложений. Ну, в данном случае по действующему каталогу то, что бы я отметила, это, конечно, помады большой ассортимент, выбор, да, и стоимость просто смешная, да, просто смешная получается 37 гривен. Очень выгодное предложение, большая палитра цветов, и, конечно, набор, который для партнеров еще 135 гривен минус 20%, 108 гривен, 5 продуктов, ну, просто тяжело от этого отказаться. Притом, при выполнении условий, наборы в этих можно заказывать столько, сколько раз вы выполнили условия. Здесь нужно сделать заказ, если где-то пишется, на 280 гривен, по-моему, да, так, при размещении заказа. То есть, если вы в заказе сделали по каталогу на 280 два раза, 560 гривен, можете заказать таких два набора. Все, что пишется у нас в каталоге, это акция и для консультантов, и для клиентов. То, что пишется у нас на сайте, вот акция, например, да, сделай заказ на 65 баллов, получишь тушь-подарок, это только для партнеров. А то, что пишется в каталоге, это могут участвовать тоже ваши клиенты, ну, столько раз, сколько будет выполнено условия. Поэтому даже можно, сказать, делегировать инициативу клиенту, сказать, хочешь получить какой-то набор, заказ на 280 гривен по каталогу. Ты можешь сделать эту покупку, скажем, там, совместную, там, со своей семьей. То есть, ваши клиенты привлекают уже свои семьи и своих знакомых. То есть, таким образом у вас расширяется круг ваших покупателей. Вот такие основные акценты. Теперь я готова выслушать ваши вопросы.